Здравствуйте, это Открытая Кухня. Хочется перекусить, но не хочется толстеть. Делайте выбор в пользу еды. Главное, что есть. Сегодня покажем вам варианты перекусов, после которых можно спокойно дотянуть до следующего приема пищи. В нашей студии Жанна Богатырева. Вместе с ней приготовим мини-пиццу с курицей и тортилью с рыбной начинкой. Многочисленные исследования показывают, что мы, женщины, больше времени тратим на заботу о других, в ущерб заботе о себе. Такова правда жизни. И это неправильно, говорят женские доктора. Какие обследования и с какой частотой должна проходить каждая женщина? Как сохранить здоровье, а значит молодость, красоту и сексуальность? И как улучшить качество жизни? Расскажет гинеколог-эндокринолог Елена Гурина. Жанна, привет! Маша, привет! Мы начинаем с мини-пиццей или тортильи? Нет, мы начнем с мини-пиццей, поскольку нам нужно будет ее запихать в духовке, поэтому мы сразу приступим к тому, чтобы подготавливать начинку. Для начинки у нас, значит, понадобится нам куриное филе, твердый сыр, сыр моцареллы, то есть она будет разнообразна по сыровому наполнению, и томатная паста и зелень. Отлично! Причем смотри, ты-то меня попросишь, конечно, что-то сделать. Я смотрю, что курица уже у нас отваренная, подготовленная, сыр тоже, поэтому мы сейчас просто все дружно собираем и запекаем. Давай, что нужно делать мне? Я пока займусь тем, что нарежу куриное филе, а тебя попрошу кружки моцареллы. Так, вот здесь для чего тарелка стоит у нас? Это у нас для того, чтобы мы все потом будем соединять. Вот здесь? Тогда да. То есть мелкие? То есть они должны быть мелкие, не обязательно, чтобы это была какая-то определенная форма. Хорошо. То есть так как это все будет замиксовано в тарелке. А, и еще плюс твор. Супер. Давай махнемся досками. Да, давай. И ты займешься курочкой, а я продолжу твое прекрасное доброе дело. Отлично. Так, Жанн, ну а пока расскажи мне, как ты пришла к перекусам? Потому что есть же такое утверждение, что вот ешь завтрак, обед и ужин, и все, и будет все у тебя хорошо. Но это заблуждение, потому что между обедом, завтраком, ужином и всеми этими приемами пищи, пищи очень хочется есть, и ты хватаешь все, что под руку попадается. Расскажи свой опыт. Совершенно точно. Вообще, как я пришла к перекусам, для меня раньше слово перекус, оно вызывало какую-то несерьезную такую ассоциацию. Это то, что под рукой всегда попадается, что-то быстро забросил и побежал творить, в общем-то, великие дела. Но, как правило, под рукой всегда попадается не то, что надо, а какие-то шоколадки. Да, печенюшечка, конфеточка, что-то солененькое, жирненькое такое. Ты сейчас улыбкой рассказываешь, потому что ты от этого отошла. А так, знаешь, это боль наша. У меня вызывает это тоже очень такие аппетитные мысли в голове. И в свое время, когда я родила малыша, мне перекус, вернее, встраивание его в свою жизнь между основными приемами пищи помогли снизить вес. Потому что перекус, на самом деле, это достаточно полезная вещь, исходя из того, как ты его подготовишь. То есть, если мы можем его постоянно варьировать, он может быть, как сейчас мы с тобой делаем что-то мясное. Плотный он у нас очень, да? Я же еще у тебя за кадром-то и спросила, это серьезный перекус? Потому что для меня перекус, это, не знаю, две маленькие какие-нибудь, хотел сказать, дети кураги. Сухофрукты. Да, что-то сухофрукты какие-то. Можете орехов, например. Вот это для меня это перекус, а тут, получается, все гораздо серьезнее. Да, но перекус в какой-то мере и степени помогает нам сохранять чувство сытости между основными приемами пищи. То есть, я думаю, что сейчас эта тема достаточно актуальна. Прекрасная половина человечества готовится к летнему сезону. Ой, да. Я думаю, что сейчас входит физнагрузка активно в жизнь, соответственно, это энергозатратно. И поэтому не уделять внимания перекусу, конечно, не стоило бы, скажем так. И вот мне, в общем-то, я когда уже стала мамой, внедрила в свою жизнь перекусы, и мой вес значительно пошел к приятной для меня отметке, скажем так, на весах. То есть ты еще один показатель того и доказательства, что снизить вес можно не только физическими нагрузками, просто очень много женщин теряют время. Я не про то, что они ходят в спортзал, и это вредно. Нет, и это ничего не дает. Нет, просто здесь нужна комбинация. Нельзя забывать про питание, потому что оно первостепенно. Вот, пожалуйста, перед нами живой пример. Совершенно согласна в точности. Маша, еще попрошу тебя, пожалуйста, зелень. У нас будет здесь один из основных ингредиентов. У меня в данном случае это японский микс салатов. Сейчас их огромное количество представлено на полках. Но вообще по зелени тут можно кому что нравится, то есть это можно и обойтись, например, только укропом и зеленым луком, можно добавить шпинат. Что с ней делать, скажи мне? Ее надо меленько-меленько покрошить. А, все, тоже, да, нарезаем? Да. Все ее или... Нет, частично. Частично, да. Так, тогда мы сюда переложим пока. Что еще служит твоими перекусами? Вот скажи, кроме вот того, что мы сегодня приготовим и покажем, как жизнь прекрасна, когда обеда еще далеко. Да, у тебя уже есть такой приятный, приятный бонус. Ну как приятный? Это был бонус приятный, а чувство голода совсем неприятное, конечно, ощущение. Что еще ты используешь в качестве перекуса? Ну, вообще в качестве перекуса, вот сегодня у меня, в принципе, за основу мы будем готовить два блюда. Одно будет с лавашом, другое будет с использованием тортильи, мексиканской лепешки. И еще, как правило, я люблю побаловать себя различными смузи, которые могут быть и зеленые смузи, могут быть и фруктовые, могут быть и ягодные, что тоже очень, в общем-то, насыщает и поднимает настроение. Пока я измельчаю зелень... Жанна, вот скажи, пожалуйста, ты вот такие правильные перекусы, такие правильные вообще приемы пищи готовишь только для себя или для всей семьи своей? Маш, ну ты знаешь, значит, семья у меня... Я не знаю, можно такое говорить на телевизоре? Мужчины, мои мужчины. Мои мужчины, они очень непростые, поэтому я, скажем так, на этапе того, чтобы их привести к такому же питанию, чтобы это было все настолько же полноценно, как у меня. Но они все-таки пока еще вот про сладенькое, про жирненькое, про солененькое, чтобы вот это все было полный стол. Поэтому пока что, конечно, получается где-то делиться тем, что я готовлю для себя, но чаще всего у них стол отдельный, скажем так. Слушай, ну вода камень точит, ты же знаешь, что поговорка, поэтому можно на это надеяться. Так, а параллельно мы, смотри, с тобой измельчили творог, здесь просто нужно его перетереть, да, белкой, зелень, и теперь нужно формочку смазать. Формочки мы смазываем растительным маслом. У меня уже подготовлена курочка. И, значит, что, зачем мы соединяем? Где-то все происходит? Все, что мы подготовили, мы сейчас будем соединять совместно с творогом и потом раскладывать их вот на таком лаваше. И вот интересно, как это все форму-то мы будем выкладывать, потому что тут здесь, я так поняла, что ты приготовила несколько способов. Так, что за кружка и для чего? Значит, как я делаю это на своей кухне, скажем так, в обычных стандартных бытовых условиях? Вот это нам больше интересно, потому что мы же хотим повторить все это. Да, я беру кружку, кружка у меня достаточно большая по диаметру. Это твоя? Это моя, да, я ее розовенькую, родную, любимую. Девчачья. Девчачья, чтобы все, да, действительно было по-женски максимально. Я ее прикладываю на лаваш, намечаю себе контур. Почему кружка должна больше быть по диаметру? Потому что нам необходимо форму ее таким образом уложить, чтобы у нас еще были немножко борта. Поскольку начинка будет достаточно тяжеловатая, нам надо понимать, как мы будем потом это все дело, скажем так, выкладывать. Вот смотри, я маслом сейчас все это дело смазала. Столько хватит или еще? Да, да, вполне, вполне. То есть нужно сейчас по всем бортикам пройтись? По всем бортикам пройтись, и можно начинать будет выкладывать уже саму лепешечку. Значит, почему я взяла здесь все-таки лаваш, а не тортилью, к которой мы перейдем во втором варианте начинки? Потому что тортилья по своей плотности, она достаточно толстая, и уложить ее в такую форму будет сложнее. Ну да. Поэтому ее мы будем потом треугольничком выкладывать. И она у нас будет с рыбной начинкой. И она у нас будет, да, с консервированным тунцом, с зеленью, с сметаной и вареным яйцом. А вот, кстати, можно ножницы взять, наверное? Можно, можно как вариант, да, можно ножницы. И вот покажи первую, как делать, и потом мы будем с тобой просто по образу и подобию все повторять. Да, мы ее выкладываем вот сюда. Все, все. Можно вот таким образом их нарезать. Или как вариант, если все-таки в арсенале на кухне есть вот такое кольцо, то можно и с кольцом даже будет в разы удобнее. У меня такого кольца, к сожалению, нет. Вот, поэтому кольцо, оно просто лучше режет лаваш. Да, совершенно точно. И вот можно вот так, придерживая просто, да, намечать себе, что не дорезалось, можно размельчить. Вот так. Теперь продолжаем прорезать. Помогает ли тебе ребенок готовить? Пускаешь ты? Или все-таки, знаешь, была бы девочка, ты бы, наверное, больше доверяла? Ну, пускаю, я, можно сказать, в воспитательных целях приобщаю его готовки. Я бы очень хотела, чтобы он это дело умел делать, но это происходит, опять же, по настроению. Вообще, конечно, у нас любимая есть, мы выпекаем с ним ппшные блинчики, он даже уже привыкает к тому, что они не очень сладкие. Ну, конечно, подслащать потом приходится каким-то джемом, например, или сгущенкой, или вареньем. Но за саму основу я уже ему, как бы, он уже готов к тому, что это будет не сладко. Слушай, ну давай рассказывай тогда, что за ппшные блинчики, чем они от обычных отличаются? Они отличаются тем, что там совершенно другая мука и подсластитель. То есть там нет пшеничной муки, там, как правило, цельнозерновая обойная мука, и подсластитель, фит-парад, или сейвия, или, например, мед. А я буду продолжать вырезать. А я пока начинкой завязываю. Да, у меня тут будет оригами некая, а у тебя будет задача выложить начинку. Так, еще у нас три формы. Так, значит, нам понадобится еще томатная паста, можно, как вариант, если нет томатной пасты, можно кетчуп. Так, я, наверное, возьму кольцо, да, если, говорит, так что. Жанна, смотри, что я сделала. Нужно было просто силы побольше, наверное, да? Ну да, да. Вот так, и у меня практически вот... Мы же начали говорить по поводу того, что прекрасная половина физнагрузку внедряет. Вот физнагрузка в том числе и на кухне. Смотри. Отлично, супер. Все. Супер. Пожалуй, я нашла свое призвание. Я буду вырезать на лаваше. Перекусы немножко добавим творческой составляющей. Да, здесь можно еще параллельно руки подкачать. И все, шикарно. Так. Что зачем в начинку должно входить? Вообще, на самом деле, здесь последовательности какой-то четкой нет. То есть нам важно просто все, что мы подготовили, соединить. Потому что начинка достаточно плотная. Я же, ну, как муж, да, поговорили о том, что перекус, он сохраняет нам чувство сытости между основными приемами пищи. Поэтому здесь такая белковая, мощная, я бы не побоюсь этого слова, составляющая. Так, добавим твердый сыр. Твердый сыр. Ты до этого через крупную терку, да? Да, да, да. Ну, можно самим. Есть уже вариант купить готовый твердый сыр. Ну, не знаю. Я вот как ты к этому относишься, когда все готовое? И получается, что процесс это приготовления самого и нет. Потому что купили то готовое, все готовое. Уже даже оливье, мне кажется, можно просто пойти в магазин. И уже все порезанное и отварное приобрести. Все порезанное просто ты смешиваешь с майонезом. Мне кажется, души не хватает тогда в этой еде. Я согласна с тобой про душу, но бывает ситуация, что время у нас такое динамичное. Иногда, конечно, ну, это выручает и спасает, да? Потому что хочется что-то приготовить все-таки, не прямо уж схватить первое попавшееся в магазине. Иногда такие заготовки выручают. Ну, хотя я с тобой полностью согласна, что душа должна быть. Да. Обязательно. Сейчас предлагаю прерваться на короткую рекламу. После этого мы как раз-таки уже за время рекламы выложим начинку и отправим в духовку. На какое время? На 10 минут. Хочется перекусить, но не хочется толстеть. Делайте выбор в пользу еды. Главное, что есть. Сегодня покажем вам варианты перекусов, после которых можно спокойно дотянуть до следующего приема пищи. В нашей студии Жанна Богатырева. Вместе с ней приготовим мини-пиццу с курицей и тортилью с рыбной начинкой. Многочисленные исследования показывают, что мы, женщины, больше времени тратим на заботу о других, в ущерб заботе о себе. Такова правда жизни. И это неправильно, говорят женские доктора. Какие обследования и с какой чистотой должна проходить каждая женщина? Как сохранить здоровье, а значит молодость, красоту и сексуальность? И как улучшить качество жизни? Расскажет гинеколог-эндокринолог Елена Гурина. Пока вы смотрели рекламу, у нас драматическое событие произошло. Жанна кричала, нет, не трогай, не делай, не разрезай. Что нужно было сделать? Скажи. Так, как кричала, у меня есть очень классный лайфхак. Как ему когда-то показала мне моя мама, значит, для того, чтобы мы, скажем так, сэкономили свои силы и время, убрали немножко теперь физнагрузку, мы толкушечкой можем вот так вот, можно сказать, в одну секунду размельчить яйцо. Слушай, как просто, я первый раз... И не использовать при этом нож, и у нас все будет максимально мелко, как нам нужно и для нашей начинки на второе блюдо. Отлично, век живи, век учись. Давай я здесь же тоже продолжу тогда. А значит, что у нас сейчас... Держи. Мы делаем с тобой тортилью сейчас. Мы делаем тортилью, то есть мы в данном случае взяли сырную тортилью, она есть как из пшеничной муки, как из кукурузной муки, это тортилья сырная. Значит, начинка, консервированный тунец, туда мы добавляем немножко сметаны. Я думаю, что... А я пока поиграюсь тут немножечко. Сметаны. Я уже здесь подготовила зелень, но сегодня с тобой обмен разделочной доской. Ну, знаешь, когда женщины две собираются на одной кухне, мне кажется... Все становится общим. Да, все становится общим, и делить просто что-то бесполезное. Иначе будет что? Драка. Но драки не будет. Мы не допустим. Поэтому мы делимся и территорию не делим. Так, теперь мы измельчаем яйцо и добавляем все сюда, да? Добавляем все сюда, все перемешиваем. Нам нужно будет разогреть сковороду. Она уже разогревается вот так вот аккуратненько. Проверь. Да, да, я думаю, что уже вполне можно тоже смазать ее маслом. Маслом. Давай. Держи. Кисточку. То есть разогреваем, да, максимально, и потом можно немножко сбавить температуру. Надо это сделать или нет? Да, мы сейчас первую сторону обжарим. Чтобы у нас еще не подгорело. Да. Давай. Чуть-чуть вот я на семерочку из девяти и начинаем обжаривать. А я пока тогда добавляю яйцо. Добавляем яйцо, все перемешиваем, и, собственно, самая, наверное, изюминка всего этого блюда, это умение складывать треугольник из круглой лепешки. Но я видела уже, Жанна, что-то тут у нас немножечко надрезало, да? Я уже примерно понимаю, как это будет все. Добавила творчество чуть-чуть. Значит, сделали надрез. Так, ждем начинку, и можно будет выкладывать. Так, подожди, сейчас сделаю так, чтобы... Смотрите, как красиво, правда. Я имею в виду... И не мучились, да? Так, сейчас еще главное, чтобы мимо все не выглубилось. Так, все. Мне кажется, это будет очень полезная такая, полезный лайфхак. Я уверена. Сегодня жизнь многих женщин благодаря тебе просто пересмотрелась. Да, в корне. Так. Как приятно быть причастной к чему-то. Что ж ты раньше не пришла? Мы все мучились с этими яйцами, нарезали, нарезали. А теперь оказалось, что это и не нужно совершенно делать. Так. Все, начинка у нас получилась достаточно густая. Начинка есть? Выкладываем. Значит, как мы выкладываем? Выкладываем мы, ну, в общем-то, визуально, не затрагивая одну часть тортильи, для того, чтобы этот конвертик закрылся. И поскольку это тунец, он у нас в собственном соку, возможно, что этот сок будет вытекать. Для того, чтобы это полностью закрыть, запечатать, мы одну сторону оставляем свободной. Давай, показывай. Значит, это где-то каким-то... То есть с этой стороны будет все? С этой стороны, да. И она потом по кругу у нас, в общем-то, закроется. Давай-то вот здесь аккуратненько все. Буду учиться. У нас в данном случае тортилья сырная, но если, к примеру, взять даже обычную, как я уже говорила, да, из разных сортов муки, то можно также добавить тертый сыр, например, сюда же в консистенцию, чтобы там внутри этот сыр расплавился. То есть если сырное не добавляем, сыр, если не сырное, то... То можно будет прям туда. Смотри, я лишь пожадничала. Да? Это много, но это вытекает сок. Это сок, да, но в этом ничего абсолютно. Подожди, я все просмотрела дальше. Так. Нет, ты можешь... Возвращаем, нет, надрез. Значит, закрыли одну сторону, пошли на другую. Да, дальше. И можем либо сверху... Все. Вау. Шикарно. Вау. Отлично. Все, отправляем. Давай, теперь выкладываем. Все это дело... Вниз той частью. Чтобы она прилипла, да, ну как, запечаталась. Да, все. Для того, чтобы он потом у нас не развернулся. Теперь просто это все несколько раз повторяем, и у нас будет шикарный перекус. А вот, кстати, знаешь, перекус перекусом. А что касается жидкости, то есть с чаем это подавать все, или просто так, или, не знаю, кто-то водой даже запивает, соком там, да? Вот здесь этот вопрос ты изучала. Я у меня прямо буквально с языка сняла сейчас эту фразу запивать водой. Я хотела вот это из разряда тех, кто вот прям максимально подходит к количеству выпитых литров воды. Да, да, да. Еще запивать водой перекус. Но вообще, конечно, можно с чаем, можно и с кофе. Я думаю, что одна чашечка кофе, это не критично максимально. Мне нравится твой подход. Я за ПП, но одна чашечка кофе. Ну, надо, да, себе позволять такие вещи. Тем более, что мы сейчас, вот, кстати говоря, на какое время в идеале такой перекус? 11 часов, например, да? Это между завтраком и обедом. Где-то 10, 30, 11 это первый перекус, и второй это, ну, ориентировочно 4-5 часов дня. Так, вот здесь давай еще одну сделаем. Да. Мне кажется, что очень будет хорошо. Сейчас ножик только найду. Давай, разрезай. Сверху. И еще одна, просто чтобы начинка не оставалась. Вот это на самом деле будет интересно готовить с детками. Мы с сыном периодически, когда я говорю слово тортилья, интерес в глазах маленького ребенка просыпается. Это, конечно, не чипсы, лейс, там интерес просыпается больше у него, но... То есть до сих пор, да, все равно я, значит, приучаю ребенка к ПП, но... Это как с чашечкой кофе. Да. Я себе чашечку кофе и ему иногда могу что-то... Но существуют детские дни рождения, где все знакомятся с тем, что такое картошка-фри, чипсы, ну, и еще что-нибудь, например. Но есть тортилья, которая готовится дома чаще, поэтому... Мы можем на сковороду отдать чуть попозже. Сейчас мы переворачиваем, ну, когда придет время, переворачиваем наши порции, а это будет запасной. Когда мы понимаем, что переворачивать нужно? Когда она золотистый цвет уже, вот, примерно как сейчас, очень вовремя мы подошли к этому вопросу, потому что еще чуть-чуть, и, наверное, уже... У нас же на кухне с тобой две хозяйки, понимаешь? Глаз да глаз. Мы друг друга. У семи нянек. Друг друга страхуем. Красота? Красота. Страшная, конечно, сила, возможно, но ничего страшного в этом нет. Я просто с твоего позволения... Маленький сыр. Сырочка, да, немножечко сюда подбавила, потому что сыра много не бывает. Даже несмотря на то, что тортилья у нас сырная, я думаю, что отличное сочетание. Мы просто завершим. Это как кашу маслом не испортишь, а так и тортилью сыром тоже. И то, что сейчас, вы видите, это правильный перекус. Можно было бы сказать, что это обед или ужин, но это то, что поможет дотянуть до следующего приема пищи абсолютно безболезненно и без страдания от того, что ты голодная или переела. Жанна, спасибо тебе большое за эти простые рецепты, которые пригодятся. Спасибо вам. Придешь еще? Обязательно. Приходи, мы увидимся после рекламы. Многочисленные исследования показывают, что мы, женщины, больше времени тратим на заботу о других, в ущерб заботе о себе. Такова правда жизни. И это неправильно, говорят женские доктора. Какие обследования и с какой частотой должна проходить каждая женщина? Как сохранить здоровье, а значит, молодость, красоту и сексуальность? И как улучшить качество жизни? Расскажет гинеколог-эндокринолог Елена Гурина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим про проблему, которая стоит перед каждой женщиной. Это проблема старения. Мы ее очень тяжело переживаем, но все-таки принять ее нужно. И есть специалисты, которые помогают нам не то чтобы бороться с такой проблемой, от которой не уйдешь. Просто помогать это делать с собой в гармонии и со своим здоровьем. Когда организм женщины начинает стареть? Есть цифра. Вы вообще сами как считаете? Я хочу, чтобы это вы сейчас сказали куда-нибудь к 60-70 годам. Но я знаю, что это где-то гораздо-гораздо раньше. А как на самом деле? Ну вот смотрите, здесь даже не только у женщин, но и у мужчин тоже. То есть оптимальный уровень гормонального фона, когда вот гормоны именно в идеальном состоянии, это 25-30 лет. Все, дальше? Да. И в 30 лет мы начинаем стареть? Ну это незаметно. Это же просто происходит все постепенно, медленно. Изменения, да. То есть начинается снижаться уровень метаболических гормонов. Там снижается постепенно. Вот тот же прогестерон у женщин, он начинает снижаться где-то с 30 лет. Прогестерон за что он отвечает? Давайте будем сразу объяснять, потому что не все знают, да? Для вас это понятие обычное. Прогестерон отвечает... Это гормон, который регулирует менструальный цикл. Это гормон, обезболивающий гормон. Это много всего, я понимаю. Это очень много, да. Это можно говорить в течение часа, да. Гормон, отвечающий за здоровье, за безболезненную менструацию, за зачатие, за беременность. То есть... То есть я поняла, к 30 годам начинается... Постепенно, да, идет снижение. Снижаются гормоны щитовидной железы. А такой гормон, как эстроген, да, это где-то уже к 45-50 годам, собственно, вместе с менопаузой наступает и их снижение. И постепенно, постепенно, ну, как бы, организм стареет, присоединяются заболевания. Вы так об этом спокойно рассказывали. Ну, потому что, как бы, сразу, да, другой, да, вопрос, что, как бы, что же с этим делать, да? У нас в наше время медицина же не стоит на месте. И мне очень нравится такое сравнение. То есть есть два пути. Можно либо смириться с этим, да, там, принять все болезни, старение, там, внешние вид свои. И, как бы, сидя в инвалидном кресле, смотреть, как кто-то бежит по пляжу. А можно наоборот, да, то есть воспользоваться всеми знаниями сегодня накопленными медициной, туда же приобщить физические нагрузки, да, диету, то есть там рациональное питание, следить за своим здоровьем, да. В первую очередь, это профилактика же заболеваний, да, не допускать, когда уже разовьются заболевания. И тогда самому бежать по пляжу, пусть кто-то другой смотрит. То, как ты живешь полной жизнью. Да, как ты живешь активной полной жизнью. Вы сказали о том, что профилактика, это хорошо, и следить за своим здоровьем, эта фраза очень часто звучит, но она такая, знаете, расплывчатая очень. Что значит следить за своим здоровьем для женщины? Как часто ей нужно приходить к эндокринологу-гинекологу? Вот посоветуйте нам конкретно, конкретные сроки, как часто нужно за собой ухаживать именно в кабинете у врача? Ну, вообще существует такая стандартная цифра, это раз в год. При условии, что все идеально, все хорошо, достаточно раз в год. Раз, два раза в год. Ну, а дальше все индивидуально. То есть самое главное вообще просто туда дойти. Многие же, к сожалению, приходят, и 5-7 лет человек не был у гинеколога. Говорят, а зачем? То есть у меня все хорошо, цикл регулярный. Там, ребенка родила, ребенок здоровый, я чувствую себя отлично, там, половая жизнь. Ну, то есть во всех сферах все здорово. Зачем же, ну, вроде логичный вопрос, ну, зачем ходить? Так же самое, как стоматологу тоже. Там и стоматолог расскажет, как, ну вы что там, это же регулярно. Потому что есть такие заболевания, которые никак себя не выдают. То есть тот же рак, к сожалению, он не болит. И когда человек долго не посещал доктора, потом приходят, ну, бывают, конечно, вечерные люди. А вот есть какие-то сроки, когда рак себя не проявляет? Я имею в виду вот именно по-женски. Вы, наверное, вы же уже давно работаете, очень там 17-18 лет, да? Я уже слилась со счета. Вот по вашему опыту, вот хочу, чтобы вы напугали сейчас нас, потому что всегда, вот, когда ты знаешь цифры, да, тогда становятся... Ну, вот смотрите, сейчас по российским рекомендациям, да, каждая женщина с 30 до 50 лет должна в обязательном порядке проходить онкоскрининг. Онкоскрининг шейки матки. Это что касается именно рака шейки матки. Ну, здесь тоже надо смотреть, с какого возраста было начало половой жизни, возможно, и раньше эти скрининговые исследования. И проводятся они по нашим рекомендациям раз в 5 лет, по зарубежным раз в 3 года. Почему, да, как бы, потому что это именно тот период, за который вот так тихо, незаметно, из простого там носительства вируса может вырасти рак. А для того, чтобы мы его вовремя обнаружили, да, чтобы не допустить рака, потому что он не вырастает за день, за два, за год, даже за три. А ему нужно время, 5, возможно, лет, да, может быть и больше. И у нас есть это время, чтобы выявить предраковое состояние и вовремя оказать женщине помощь и не допустить. Или даже если будет рак, например, ну, он не разросся, это так называется рак ин ситу, да, то есть местный. И молодая женщина, таких очень много, поверьте, и до 30 лет, и не рожавшие женщины, которым просто там небольшой манипуляцией убирается процесс, женщина наблюдается, ее неблагополучные исходы, она потом еще рожает детей, все хорошо. Какие еще плановые, да, посещения должны быть? Возможно, это, ну, там, гинеколог-эндокринолог, и, наверное, вы скажете про маммографию и маммолога. Естественно, то есть, что касается обследования молочных желез, да, ну, согласно рекомендации министерства, до 40 лет это идет только самообследование. Чего женщины не умеют делать. Конечно, чего женщины не умеют делать, да. Поэтому, конечно, придите к доктору, доктор рассмотрит, направит вовремя на УЗИ, потому что скрининговых таких методов как бы не существует. Ультразвуковая диагностика сегодня нам в помощь на ранних стадиях, все это выявляется, и вовремя женщина может обратиться к маммологу. Но, конечно же, сначала к гинекологу, потому что даже при каких-то малейших изменениях также мы можем же профилактировать эти заболевания. Может быть, знаете вот эту шутку, что надо есть капусту? Ну, я это знаю, но я знаю, что она не помогает. Но это не для этого. То есть, это уже доказано, что капуста, то есть все крестоцветные, они профилактируют рак молочной железы, да. Это не только белокочанная, любые виды, там, цветная, брокколи. И отечественные есть препараты, именно основанные на вытяжке из крестоцветных, да, которые являются как профилактическим средством. Вот, частная жизнь. Плюс доктор также выясняет анамнез у мамы, у бабушки, да, по женской линии. Был ли рак? То есть, составляются, рассчитываются индивидуальные риски. И тогда уже именно для этой женщины ей понятно, как часто ей надо посещать, какие обследования, да. То есть, кому-то, может быть, там, раз в два года, а кому-то раз в полгода. Будь это то маммография, будь то МРТ, да. То есть, после 40 лет скрининговым исследованием является маммография. Просто многие женщины путают, думают, что лучше я схожу на УЗИ, там, у меня есть возможность. Всё-таки нет. То есть, до 40 лет молочная железа плотная, и поэтому здесь УЗИ молочных желез. А после 40 лет более таким скрининговым, да, исследованием является эта маммография. А бывало такое, что вы на приёме определяете на ощупь? Я знаю, что на приёме гинеколога не только, да, там, у органов малого таза, правильно, они называются? Ещё вы смотрите. Было такое, что вы определяете, потом отправляете на маммографию или, там, на УЗИ, и получается, что что-то там есть. Да, конечно, конечно. То есть, самое главное, дойти до гинеколога. Самое главное, дойти до гинеколога, озвучить свои опасения. А бывает, что даже женщина об этом не думает, но гинеколог сам ей задаст такие вопросы. Мы с вами поговорили про болезни и опасности, которые проходят вот как будто неизвестно для нас. То есть, никаких признаков они не имеют. А как женщине понять, что с ней что-то не в порядке? Вот видимые признаки, которым нужно прислушиваться. Ну, чисто с какой точки зрения? Ну, может быть, там, внешний цикл, вот этот, я знаю, что вы всегда спрашиваете. Цикл, естественно, да, это при малейших нарушениях, это, как я вот объясняю своим женщинам, то есть, организм, он так вот устроен, что есть органы, которые нужны для выживания, да, там, сердце, лёгкие, почки, там, без этого жизнь невозможна. Без половых органов, как бы, организм выживет. И если какие-то ситуации, стрессовые, да, там, болезни, всё что угодно, там, у человека, экзамены, работа, и организму надо выживать, он может, как бы, вот эту функцию размножения просто блокировать. Да, вот, и поэтому малейшие какие-то проявления, там, нарушения цикла, либо выделение межменструальной кровотечения, это даже не оговаривается, болевые ощущения, конечно же, надо обратиться к гинекологу, женщины об этом знают. А хотелось бы заострить внимание, да, вот на таких признаках, которые, как бы, все считают, что, ну, вроде как, всё нормально, всё естественно, зачем же я пойду в доктор? Это про что вы говорите? Ну, это элементарно, вот то, что, как бы, мы, женщины, подошли к зеркалу, и что-то нам не нравится, да, то есть мы видим, смотрим, что, в первую очередь, там, кожа, да, какие-то высыпания, там, акне. Вы имеете в виду на лице, я просто знаю, что... Не видно на лице, и на теле, и на спине, и на теле, ну, как, при дисгормональных изменениях, например, те же акне, они будут на лице, не могут быть на спине, на груди. То есть я просто начала говорить о том, что знаю, что специалисты иногда там просто на лицо посмотрели, говорят, так, нужно проверить то-то, 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 например, высыпание в нижней части лица. Да, конечно. Я, например, как гинеколог, я всегда, ну, понятно, при осмотре, да, если вижу потемнение, акантос кожи, сразу пациенту говорю, а покажите-ка ваши локти. Они такие, что, зачем гинекологу локти? Вы же гинеколог, да? Да, сухость, пигментация локтей, это как признак инсулино-резистентности, то есть может быть как признакам преддиабета или сахарного диабета, да. Поэтому сразу смотрим, если на коже что-то появилось, что-то то, чего раньше не было, не нужно думать, да ничего, вот это ж просто возраст, да, ну пусть и с этим поживем. Нет. Дальше, как и у любой женщины, всех беспокоит лишний вес. То есть приходит, рассказывает доктор, питаюсь так же, как бы физическая активность такая же, начал прибавляться вес. Причем там не где-то в нужных местах, да, там в области талии. Поэтому здесь это очень важный сигнал такой, обязательно меряем талию. У женщин она не должна быть больше 80, у мужчин больше 94. Запомните эти цифры, да. Ну да, это, конечно, сейчас все вздрогнули, потому что большая часть людей, наверное, тех, кому там за 40, вот у них все-таки размеры не соответствуют. Это сразу говорит, да, об изменении гормонального фона, то есть у мужчины снижение тестостерона, плюс это говорит о том, что инсулинорезистентность. Вот, поэтому очень важный признак, тоже стоит обратиться к доктору. Но не самим худеть, просто сразу покупать там чаи какие-то, да, и так далее. Здесь просто нужно разобраться, что с гормонами. А здесь, конечно, потому что нужно сдать анализы не только гормонами. А что? Тут же инсулинорезистентность проверить, гормоны щитовидной железы. Я хоть и гинеколог, но я всегда стремлюсь к комплексному подходу, потому что ко мне же пришла женщина целиком. Поэтому здесь могут быть просто, например, там, изменения в щитовидной железе, да, я там выявила, понятно, отправила к эндокринологу. Или мы смотрим какие-то проблемы, и здесь гастроэнтеролог нам в помощь. Ну, это хорошо, когда рядом есть кабинеты, да, и вы сразу, буквально, да, с коллегами можете обсудить, что в комплексе делать. Анти-эйдж-программы. Это очень такое модное слово сейчас. Как к нему вы относитесь, и что здесь по этому поводу говорят врачи? Я к нему очень положительно отношусь, и врачи, конечно же, например, в тех же муниципальных поликлиниках, да, там уже не до анти-эйдж-программ, там бы просто бы помощь оказать. И, конечно же, почему я и выбрала, да, вот тему такого разговора, чтобы люди понимали, что лучше все эти заболевания профилактировать. Вот при малейших таких изменениях, да, вот о которых мы начали разговаривать, там, изменение кожи, да, прибавка веса, энергичность по утрам, да, то есть человек проснулся, чувствует, что он уже устал. Или, например, там, смотрит физическая форма, да, там, раньше мог сделать и это, и то, и пятое, и десятое, туда-то пройти, подняться, пробежать, сейчас нет таких возможностей. Нарушение сна, да, вроде как бы мелочи, то есть, например, встал человек просыпаться ночью в туалет, то есть такого быть не должно, то есть сон должен быть семь часов и без ночных вставаний. Наши люди, они привыкли терпеть, особенно женщины, они очень терпеливые, говорят, ну, ничего страшного, там, встаю я три раза за ночь, а потом не могу уснуть. Потом утром давление поднимается. Легче давление, но никто не подумает о том, что надо немножко отмотать назад, да, и наладить ей качество сна, ее работу мочевого пузыря, да, там, дал человеку таблеточку, и все вернулось. Вот, поэтому вот в таком плане, да, это очень интересное направление в наше время. Оно, конечно, дорогостоящее, оно требует здесь вовлеченность самого человека, то есть человек должен разделить вот эту ответственность с врачом, сам понять, что ему это нужно, что он хочет, да, что вот именно, да, бежать по пляжу, как мы нарисовали такую, ну, просто такая картинка, да, и человек сразу, да, понимает. Либо качество жизни его ухудшится, да, и, естественно, в наше время работоспособность это очень много значит. Кажется, в наше время вообще вкладывать надо в образование и в здоровье. Золотые слова. Елена, вот важные вопросы мы с вами обсудили, я все-таки понимаю, что важнейшие вопросы остаются в кабинете доктора. Один на один, когда человек может с ним прийти, проконсультироваться, рассказать о всех своих проблемах, где вас найти, чтобы уже непосредственно этот процесс и диалог случился. Я работаю в медицинском центре «Медик», который находится на Тихоокеанской. Это новое отдельно стоящее здание, очень красивое. Там находится как и поликлиника, так и стационар. То есть это не только поликлинический прием, мы там проводим операции, в том числе и гинекологические. То в гинекологическом плане человек может получить полностью все услуги. Плюс такие уникальные делаются операции, как пластики, влагалища и наружных половых органов, омоложение, просто биохакинги. Ну да. В общем, еще раз приходим к тому, что главное дойти до гинеколога-эндокринолога, и дальше, возможно, жизнь человека-женщины изменится. Спасибо вам большое, вам всего хорошего. Это была программа «Открытая кухня». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!